Последнее время жители Ябняков боятся выходить на улицу. Бродящие собаки давно терроризируют всю округу. Вот и сегодня утром очередное нападение. Незадолго до нашего приезда огромный бездомный пёс набросился на мужчину. Хорошо, что в этот момент рядом оказался полицейский. Собака вела себя агрессивно, значит, бежала со скалом. Примерно, значит, в 20-30 сантиметрах от Михайлова, значит, попыталась на него напрыгнуть. Но, значит, он закричал, соответственно, собака отскочила, значит, и переключилась на меня. В соответствии с законом Денису Афанасьеву пришлось применить табельное оружие. Ничего другого не оставалось. Ведь в нескольких метрах детский сад. Малыши в этот момент были на улице, и любой из них запросто мог стать объектом для разъелённого пса. В селе такое уже случалось. Большая собака с лаем, с такими прыжками. Ну, ребёнок, представьте себе, внук первоклассник идёт. Да она, если встанет, так она с меня ростом будет. Как не испугаться маленьким детям? Для местных учеников дорога к знаниям. Каждодневные испытания. Стая из собак будто специально собираются у школьного крыльца. Родителям уже страшно отпускать детей одних в школу. Приходится провожать аж до дверей. Были жалобы, потому что детей прикусывала собака. То есть, сдавались даже синяки на теле. Мы даже иногда в школу не можем попасть. И ждём, когда вот их отгонят или ещё что-то сделают. Подойдёт какой-то мужчина, очередной родитель или ещё кто-то. Люди не раз жаловались на бродячих животных в администрацию сельского поселения. Приезжали специалисты САХа и Биотерма. Но бездомные собаки всякий раз ловко прячутся за оградой одного частного дома, где, как выяснилось, их регулярно подкармливают. Но хозяин этого дома претензий соседей и слышать не хочет. И с кем бороться в этой ситуации люди уже не знают. Георгий Колчин, Владимир Чернов. День в событиях.